Всем привет, с вами Валентина. И в этом видео я продолжаю делиться с вами моими идеями экономного меню на семью из четырех человек. Поехали! И как обычно, начну с закупки продуктов. Закупка в этот раз получилась достаточно большая, так как многие продукты у меня закончились. Но я думаю, этих продуктов мне хватит на длительное время. Яйца 10 штук. Вареная колбаса 400 грамм. Колбаса и яйца понадобятся для приготовления домашней пиццы и окрошки. Сыр 186 грамм, но мне понадобится всего 100 грамм от общего количества. Огурцы 1 килограмм. Морковь 1 килограмм. 1 килограмм лука. 2 пакетика дрожжей по 11 грамм каждый. Гречка 900 грамм. Приготовим вкусный ужин. И 2 килограмма муки высшего сорта. Это были основные продукты для сегодняшнего меню. А остальные продукты у меня есть в наличии. А с ценами на продукты, если интересно, вы можете ознакомиться в описании под этим видео. Итак, завтрак сегодня обещает быть очень вкусным. Так как сегодня приготовим домашнюю пиццу по секретному рецепту моей мамы. Надеюсь, она меня простит, что я раскрою ее секрет. Кто регулярно смотрит мои видео, тот уже видел рецепт универсального дрожжевого теста. Время на это тратить не буду, просто приложу ссылку на рецепт теста в описании под видео. Кому интересно, заходите и смотрите. Итак, пока тесто у меня подходит, приготовим начинку. Варим яйца сразу и на пиццу, и на окрошку. Также поставила вариться картошку. На разогретую на среднем огне сковородку с добавлением небольшого количества подсолнечного масла выкладываем нарезанный на четверть кольца лук. Немного пережариваем. Далее отправляем к луку порезанные вареные яйца и тоже немного обжариваем. А вы пока можете подписаться на мой канал, чтобы сохранить эти рецепты, и на всякий случай подпишитесь на мой канал Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзене я выкладываю не только рецепты, но и веду рубрику, где я рассказываю про скидки и акции на продукты в сетевых магазинах. Ссылку приложу в описании под видео. На крупной терке натираем колбасу, но вы можете порезать колбасу тонкой соломкой. Делайте, как вам нравится. Колбасу тоже выбирайте любую, вареную или сырокопченую. Также на крупной терке натираем маринованные или соленые огурцы и сыр. Тесто у меня подошло. Вот такое оно получилось мягкое и пушистое. Отрезаем от теста примерно 1 третью часть, она пойдет на пиццу. Остальное тесто пока убираем в сторонку и накрываем полотенцем. Форму для пиццы выбирайте сами. Круглую, квадратную или же прямоугольную, как я. На вкус пиццы это не повлияет. Вот как раз я пытаюсь раскатать из теста что-то похожее на прямоугольник. Толщину теста тоже выбирайте сами. Если хотите тонкое, то раскатывайте сильнее. Лично я не очень люблю тонкое тесто. Перекладываем тесто на противень, смазанный подсолнечным маслом. И распределяем его по форме. Выкладываем слой пережаренного лука с яйцами. Далее выкладываем слой колбасы. Слой огурцов. Огурцы немного отожмите от лишней влаги. Слой натертого сыра. И сверху польем заливкой, состоящей из майонеза, выдавленного через пресс чеснока и воды. Воды нужно чуть меньше половины стакана. Все хорошо перемешиваем и выливаем на пиццу. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут. Но вы смотрите по своей духовке сами. Вот такая красота у нас получилась. Как говорит моя мама, так вкусно, что ум отъешь. Мама, передаю тебе привет и спасибо за невероятно вкусный рецепт домашней пиццы. А из остального теста я сделала вот такие булочки с сахаром для дочки. Она их обожает. На обед приготовим одно из моих любимых блюд детства. Это окрошка с колбасой на домашнем квасе. Кстати, квас я тоже готовлю сама и тоже по рецепту моей мамы. Как раз вчера поставила готовиться квас и сегодня он уже готов. Ссылку на рецепт домашнего кваса тоже приложу в описании под видео. Но здесь все просто и стандартно. Режем все продукты небольшими кубиками. Это колбаса, картошка, огурцы и яйца. Режем зелень, лук и укроп. Тщательно перемешиваем все порезанные продукты. Выкладываем порционно в тарелки и заливаем квасом. О боже, какой стоит аромат. Солим по вкусу. Окрошка забирает много соли. И добавляем майонез или сметану. Тут опять кто как любит. Перемешиваем. Обязательно кушаем с черным хлебушком. Ну, по-моему, жизнь удалась. Очень вкусно. В охотку просто замечательно. Ну и на ужин приготовим гречку с курицей в духовке. Это очень простой и бюджетный рецепт. Берем промытую курицу. У меня голень, бедро и два крыла. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то помните, что оставшиеся части от порезанной курицы я отправила в заморозку. И сейчас они мне как раз понадобились. Курицу солим. Добавляем любимые специи. У меня сладкая паприка и черный молотый перец. Хорошо перемешиваем и даем немного помариноваться. На разогретую на среднем огне сковородку с добавлением небольшого количества подсолнечного масла выкладываем порезанный на полукольца лук. Немного пережариваем. Далее отправляем к луку, натертую на крупной терке морковь. И тоже немного пережариваем. Берем стакан гречки, промываем ее и выкладываем в подходящую форму для запекания. Солим, далее выкладываем обжаренный лук с морковью. И хорошо перемешиваем. Сверху выкладываем курицу. И заливаем водой примерно на 1 см выше уровня гречки. И накрываем фольгой. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1 час. А через 40 минут фольгу снимите и дайте подрумяниться курочке. Очень вкусно получилось. Еще больше идей экономного меню вы увидите в этом плейлисте. За лайк обняла. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok